Следующий доклад Татьяна Владимировна Садникова. Совместный с Сергеем Яковлевичем Степановым, главным научным сотрудником учительного центра имени Городницына, называется «Влияние фото-гравитационных и электромагнитных сил на образование облаков Корделевского». Облаками Корделевского называют гипотетические скопления пылевой массы в окрестности лагранжевых точек вибрации системы Земля-Луна. Я сейчас напишу два имени и аналогии. Такую аналогию проводил своим великим соотечественником Николаем Коперником, 1473-1543. В чем там была история? Коперник создал гелиоцентрическую систему, а Корделевский хотел в честь 500-летия со дня рождения в советской Польше в 1973 году, они планировали бурно отмечать 500-летие Коперника и хотели дополнить его систему с двумя дополнительными лунами, которые находятся в окрестности точек вибрации системы Земля-Луна. По аналогии, как греки и троянцы, астероиды для системы Солнца и Юпитер, движутся по орбите Юпитера, опережая на 60 градусов и отставая, Юпитер при его движении по орбите Луны. Вот, значит, Корделевский. И он начал свои наблюдения, выезжая в Татры, чтобы было чистое небо и ночами, когда не мешает дневное освещение, и пытался найти вот эти вот дополнительные луны, как он их называл. Ну и это было, вот я дальше, это наша модель показывает, что в точке вибрации он не мог ничего найти, потому что если сравнить систему Солнца-Юпитер с системой Земля-Луна, то принципиальное отличие в том, что мы не можем игнорировать действия Солнца. Возмущающее действие Солнца выбрасывает моментально точку, и треугольные точки вибрации уже не только теряют свою устойчивость, они просто не являются положениями относительного равновесия. Тем не менее, в 1956 году Корделевский впервые заметил вот такое светящееся пятно над горизонтом, который он, значит, объявил, что это облака. И они хотели назвать эти облака, значит, сотрудники Краковской обсерватории, где он работал, хотели в честь 500-летия Коперника, вот эти облака назвать польскими, но это как-то название не прижилось. И вот дальше это наблюдение не повторялось, полудетективная история продолжалась. И вот в 1961 году Корделевский наконец сфотографировал эти облака и опубликовал в польском астрономическом журнале «Акт астрономика». И после этого началась драка в среде астрономов, потому что никто не мог увидеть эти облака в указанных точках вибрации. В L5 он это сфотографировал. Тем не менее, представлены были документы и, в общем, практически отрицательный результат был эксперимент, попытка повторить это наблюдение. Ну и были положительные. В 1964 году Симпсон на летающей обсерватории, это самолет, который на очень высокой, высоко над Землей перемещается, значит, обнаружили что-то подобное. Дальше спутники, вот Скотт, космонавт с Аполлона-15, тоже сфотографировал в указанном месте, там на матовой круге, когда космонавты были, астронавты на Луне, он что-то сфотографировал, даже подарил фотографии Карделевскому. Но вот потом была миссия японского, в 1991 году, японского спутника, у которой в программе было пересечь эту точку вибрации, но его детекторы не обнаружили ни малейшего увеличения плотности при прохождении этой точки. И вот мы, значит, построим математическую модель этого явления. Давайте рассмотрим полевую точку, маленькую частичку на обращающейся плоскости, как обычно. Значит, рассмотрим ограниченную круговую задачу трех тел, но мы будем рассматривать ограниченную задачу четырех тел. В такой постановке, значит, как обычно, центр масс системы Земля-Луна вращаются по круговой орбите вокруг Солнца, и Земля и Луна вращаются по круговым орбитам вокруг своего полицентра. Стандартное обозначение в классической теории расстояние единичное между Землей и Луной и суммарная масса равна единице. Тогда угловая скорость вращения вокруг полицентра Земли и Луны единица, а вращение вокруг Солнца это угловая скорость 1 на 13 примерно. Дальше записываются уравнения, и эти уравнения допускают устойчивое периодическое решение с периодом 2П деленное на 1, это угловая скорость вращения круга лицентра минус омега, это 1 на 13 примерно. Про эти периодические решения, конечно, были исследования в работах Шлефтера и Кемела, начиная с 68-го года. Это детально все изложено в замечательной книге Маркеева «Точки вибрации небесной механики и космодинамики». Но это было математическое исследование методом нормальных форм Бюргофа, и это не привязывалось к деятельности Коперника. А мы вот, значит, рассмотрели с такого угла зрения эту задачу... Картелевского, да? Картелевского, ай, извините, да, Картелевского, спасибо. Значит, вот, если мы эти уравнения будем интегрировать численно, то точка помещенная, наша масса помещенная в точку вибрации моментально выбивается системой из положения равновесия, но при этом наблюдаются какие-то такие некие периодические движения. И методом Ньютона найдена периодическая орбита. Значит, в исследовании Шрехтера было доказано существование двух устойчивых периодических орбит, вот с таким периодом 2π на 1 минус омега, и одна неустойчивая, очень близкая к точке вибрации. Ну, соответственно, у нас тоже получилось две периодические орбиты, охватывающие каждую из точек вибрации. В линейном приближении они абсолютно точно совпадают, только сдвиг на 180 градусов, сдвинутые по времени, время увязано с вращением вокруг Солнца, и они совпадают с точкой для членов большего, чем в линейном. Мы имеем четыре периодические орбиты, и эксперимент компьютера показывает, что они устойчивы в вековом смысле. А это равносторонний треугольник? А это равносторонний треугольник. А это точка вибрации? Точка вибрации L4 или L5. Это реальные размеры, а в обезразмеренных единицах мы получаем единичное расстояние между Землей и Луной, а размах периодической орбиты соизмерим примерно на две третьих вот этого расстояния между Землей и Луной. Ну и гипотеза такая, что когда... Которые две трети? Вот это вот расстояние АБ. Вот это единичка, а это практически две трети. Ну, огромный сдвиг от точки вибрации. Это такая орбита здоровая. Орбита такая здоровая. Солнце где-то не нарисовано. А Солнце сейчас будет? Солнце было нарисовано... Солнце далеко. Ну, масштаб здесь для Солнца, конечно... Другой-другой масштаб, но, так сказать, это так Солнце вот смещает вот такую здоровую орбиту, вместо точки сбрасывает... Солнце сбрасывает гравитационное возмущение от Солнца. Но это орбиты устойчивые или не устойчивые? Устойчивые. А, даже так. Это устойчивая орбита. По периодической орбите вот в таком времени. За начало движения мы принимаем момент полнолуния, то есть когда Солнце, Земля и Луна находятся на одной прямой. И тогда мы имеем две орбиты. Одна стартует из точки 0 против числа стрелки, а вторая из точки 4. И вот полный период. Один синодический месяц, это примерно 29 с половиной суток. Ну и что же видел Крымделевский? По всей видимости, он, пытаясь направить свой телескоп, фотоаппарат в точку вибрации, у него была и 5, и 4, но это все равно, он видел облако, которое пролетает между точками, вот этими двумя точками. Но у вас тоже масштаб здесь не тот, да? Масштаб реальный. Как реально? Вы говорите 2 трети. Подожди, вы говорите 2 трети. Да, 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 это вот и есть. Ну разве 2 трети? Сейчас, ну что-то... Где 2 трети тогда? Еще раз объясните. Вот это расстояние между Землей и Луной. Вот так облако распределило, периодическая орбита распределена. Где 2 трети? Да где 2 трети? Вот это вот, вот это я считаю. Ну практически, давайте вот это сюда перенесим. Минуточку, а от чего тогда 2 трети? От единицы? Третьих от единичного расстояния между Землей и Луной. А, диаметр 2 трети. Точнее расстояние к Земле находится. То есть еще лучше. При этом оно должно быть хорошо освещено Суцем. И тогда мы... Вот у нас построены некие графики. Оказывается, что наилучшее время наблюдения это примерно почти 6 суток перед полнолунием в точке Л4 и 6 суток после полнолуния в точке Л5. И как было приятно это сопоставить с датами Карделевского. Вот то, что он фотографировал, ровно ложится в нашу вот эту математическую модель. И успешное наблюдение Симпсона тоже в этом диапазоне. Ну так как облако там какое-то время еще мигрирует, поэтому это вот, вот это нас полностью устроило. Мы объяснили, почему эти облака, как в Левском, и их называют неуловимыми, потому что их достаточно сложно. Которые стартуют из диаметральной противоположной точки и формируются внутрь. И при этом построение администрационной диаграммы показывает, что устойчивость сохраняется для внешнего распространения для ε порядка 0,02, а внутрь моментально теряется устойчивость, там тысячные значения. Ну и при этом есть какая-то причка характерных размеров. Вот, например, ε равный 0,01 соответствует безразмерных единицах массам порядка 10-5. А единица была бы для пренебрежимого малой массы 10-7, но это какие-то там невидимые вообще частицы. Вот запомним, что здесь есть такой вот случай, когда вот такие маленькие массы, и Солнце себя как бы выключает. После этого третья серия мы... Ну вот, это еще раз нарисовано с указанием, что ε границы. Вот это значение ε очень маленькое для деформации внутрь, а наружу еще как-то так подольше. Поэтому мы считаем, что накапливаются, вот эти орбиты все синхронизируются с вращением Солнца, вокруг Солнца, и при этом получается целая серия вот таких масс, такой спектр, которые, видимо, и наблюдались. Вот когда так природа позволяет это получить, то видно больше, чем обычно. Исследование, чтобы найти вероятность того, что эта полевая масса будет мигрировать вместе с точкой периодической орбиты. Значит, исследуется уровень Нилювиля, и интегрирование показывает численное, что плотность вот в этих... Ну, для примера, здесь приведены три точки. Момент полнолуния, одна и вторая точки старта, и точка на линии визирования, точка П, это ближайшая к Земле точка. И мы получаем, что здесь вот такое вот... Чем интенсивнее цвет, тем, значит, больше плотность полевого облака. То есть это, опять же, соответствует тому, что было в гипотезе. Но в качестве тестовой проверки у нас была система Солнца-Юпитер. И получилось вот то, что программа, видимо, правильно все это нам посчитала, потому что у нас получились конфигурации, которые соответствуют вот этой картиночке из интернета, то, как ведут себя греки-троянцы в окрестности точки либрации. Вот это вот фиолетовое распределение астероидов, их 6 тысяч, уже больше 6 тысяч. И у нас получается вот такая вот деформация изначальной плотности, вот такая вот разумазная картинка. При этом мы попутно еще получили хильдок, значит, астероиды, которые периодически там совпадают. Резонанс 3, 2, по-моему. Они тоже как-то так отщепились в нашей вот этой вот задачке. Вот. Ну, таким образом, полное удовлетворение. А теперь возвращаемся вот к этому, вот к этому вот значению, когда малый параметр в коэффициенте редукции эпсилон, вернее, малый параметр эпсилон становится равным единице. Значит, что у нас тогда получается? У нас очень маленькие частички, которые, видимо, должны находиться в точке вибрации. Ну, что это, их разве увидеть с такого расстояния? Мы добавили заряженную пыль. То есть давайте рассмотрим гипотетическую такая возможность, что у нас в точке вибрации может находиться заряженная пылевая масса. То есть бесконечно маленькие частицы, которые, допустим, они одного заряда, скажем, отрицательные, пыль, которая под действием пресолнечного ветра получила один и тот же заряд. И тогда система будет эволюционировать в соответствии с уравнением Глассова. Значит, частички будут взаимодействовать по закону Кулона. И возникает самослаборационное электрическое поле. Вот, значит, часть. Классическая часть. И мы добавили еще один наем. Последнее слагаемое, куда входят все силы гравитационного притяжения к Земле и Луне и кориолисовую силу инерции от переносного и кориолисового ускорения. Сила инерции от переносного и кориолисового ускорения. И, опять же, ну, понятно, что это компьютерное исследование, первый, так хоть, шаг, показало существование вот некой устойчивой конфигурации. С каким-то странным периодом полтора периода обращения вокруг Солнца за это время вот это вот начальное облако деформируется дважды вдоль лонной орбиты и, тем не менее, сохраняет свою конфигурацию. Здесь нарисовано точками черными это положение, а серым это направление скоростей этих точек. Вот. А теперь я, значит, это в качестве, там, в безразмерных единицах возник такой коэффициент альфа, который вот, неважно даже для какого-то распределения, моментально организует облако вот в такую вот конфигурацию. Ну, для некоторого набора точек, 7 в четвертый у нас точек, количество, у нас получается для альфа меньше, чем 10 в минус 17, но это вот такой вот характерный размер получился там из долгого логического вывода. Если альфа увеличить, то моментально система рассыпается, а если меньше, то вот альфа 10 минус 17, возникает вот такая конфигурация для 2400 одной точки. Все в плоскости именно. Да, у нас задача четырех тел, да. Плоская, ограниченная, круглая задача четырех тел, все только плоско. Вот. Ну, и это, пожалуй, все. Дальше, конечно, хочется это аналитически доказать существование устойчивого движения, устойчивого решения уравнения Власова, но это вот пока не вышло.